Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Давненько я здесь не был, этакий с недельку. И вот что здесь происходит. Я сам не пойму, что здесь творится, но видок вот такой. Все разровняли, все кучки разровняли практически. Вот здесь продолжают, судя по всему, следы от Камазов. Грузят грунт, землю. Там вон какие-то шпалы вывезли, сейчас туда подойдем. Вот даже, смотрите, бассейн для нас выкопали. Приехал такой, покопал, устал, жарко. Хопа, сразу сиганул, нырнул, искупался, дальше пошел копать. Здесь, скорее всего, берут песок, чтобы попадался без вот таких вот всяких фундаментов, всякого говна, вот бревна, всякие шпалы и тому подобное. Вот эти фундаменты, наверное, тоже откуда-то отсюда вытащили. Пока сюда добирался, встретил парня на велосипеде с металлоискателем, спросил, накопал, говорит, чуть-чуть накопал. Но я по следам вот так посмотрел, он лазил, вот где вот эти шпалы. Возможно, подкладки какие-то нашел или костыльки, не знаю. Ну, пол мешка где-то или пол пакета. Не заметил, какой у него там мешок на багажнике. Он сказал, немного. И на завтра у меня появились срочные планы. Завтра планирую сюда приехать с утреца пораньше, завтра воскресенье. Порыскую что-нибудь, даже не знаю. Здесь по-любому народ рыскал 100%, даже не 100%, а 1000%. Здесь каждый день отсюда, если забирали вот эту вот землю, вот тут что, навертели. Смотрите, сами вот плиты. Некоторые плиты раздолбали ковшом, мне кажется, экскаватором. Сами, наверное, водители собирали металл. Мои предположения таковы. Бывает такое здесь. Обошел всю местность и ничего мне практически не попалось. Так вот, пару электротеха, какая-то еще железячка. Ну, короче, нифига ничего на поверхности нет, все собрали. Здесь вот можно вот эту вот штуку отпилить. Наверное, болгарку с собой возьму. Вот, отфигачим. Вот такой вот еще электротех. Кобелек торчит, но его рубить надо. Он совсем оттуда не тянется. Я уже двумя руками пробовал, нихрена. Поломали мое каменное заведение, теперь некуда велосипед мне ставить возле выкопанной ямки. Нашел вот такой флакон алюминиевый. Забрал, люди не берут, а я заберу. Вот такую вот нашел бомбошку. Вот проволока и вот еще пара электротехов. Ну, в общем, тут нифига нет. Надо искать с прибором ходить. Возможно, здесь не все нашли, как это обычно бывает. Уже убеждался не раз. Начало положено. Всем приятного просмотра, дорогие друзья. Ждем следующее утро. Наступил новый день. Отпилил кусочек вот этих вот уголков. От этих здесь на двух местах крепится. Пилить даже не буду пытаться. И вот это тоже мучится здесь. Я не буду из-за вот этого вот отрезка мучить аккумулятор. Он у меня один. Один только зарядил. Так что сейчас начнем копать. Или может еще что-то отпилим. Здесь вот где-то еще я видел какую-то арматуру. Вон торчит какая-то. А там он вроде бы даже где-то есть толстый. Сейчас, в общем, все посмотрим. В общем, друзья, пилить пока больше ничего не стал. Решил пробежаться вот по этой куче. Посмотреть быстренько, что да как. Здесь ничего удивительного. Одни костыли. Вот еще вон какая-то штука. Вот такой металл попадается. Вот всякий мелкий. Не знаю, что это вообще такое. И сейчас напоролся на одну подкладку. Она была, лежала снизу шпалы. Шпалу перевернул. Вот она. Не знаю, оторву ее или нет. Она на костыле сидит. Фиг его знает. Сейчас попробую что-нибудь предпринять. Лопатой подолбаю. Может отойдет. Но хотя лопатой, блин, лопату последнюю сломаю. Подсобрал пока свое барахло. Посмотрел карту осадков. Вроде сейчас должен подойти дождь. Начнется уже такой нормальный. Не то, что вот такой вот налетом. Уже не такой будет, типа капает. А пойдет нормальный. Но он будет недолго. Если что, сейчас куда-нибудь тогда спрячусь. Вон под дерево. Подожду посижу. Если уж начнется, отдохну немного. В общем, так вот здесь. Не знаю, даже были подкладки вот здесь вот или нет. Скорее всего, мне кажется, они были. Но их посрывали здесь рабочие. Я так думаю. Точно не знаю. Вот. Ладно, друзья. Включимся немного попозже. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, как и ожидалось, пошел дождь. Надо было пораньше приезжать, но пораньше я никак не могу, так как люблю поспать. Сижу под березкой, приходится теперь ждать, пока перестанет. Продолжение следует... Пошла жара, друзья. Отличную партию подкладосов завезли. Сейчас еще буду рыться вот в этой местности. Здесь уже три штуки достал. Блин, копал-копал, такую вон наружу вырыл. И так и не понял, на что же он реагирует. Обычный камень. Нашел тут, друзья, костыль, еще какую-то мелкую деталь. И хотел уже уходить. И вроде бы... Да... Блин, еще раз. Заглянул сюда. Вот прям местечко какой, свал. Нормальный тут прям. Зачет. Наверное, уже шестая. А после дождя опять у меня работа благословит. Опять, походу, подкладка с другой стороны. Сейчас глянем. Вот она. Шпалы нужно проверять. То мало ли вот такие подарки остаются. Сейчас будем опять вытаскивать. Плотно сидит вроде бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капец. Я уже два часа кручусь возле этой кучи и никак не могу перейти к дальнейшим поискам. То дождик, то еще подкладки поперли. Ну подкладки поперли-то это хорошо, конечно. Ну все, вроде все так еще обошел по второму разу. Сюда вот даже второй раз заглянул, а опять не зря заглянул. Еще шпалы вот проверил. Все, друзья, сейчас таскаю подкладки куда-нибудь спрячу, потому что у меня болгарка с собой, корзина на велике вообще. То есть очень трудно поворачивать. И если еще и какие-нибудь мешки с подкладками нагрузить сразу, чтобы отвезти в один рейс не получится. Какую-то часть сейчас спрячу куда-нибудь в укромное местечко, чтобы потом спокойненько перевозить. Вечерком можно. Вечером сегодня дождь обещают, не знаю. Сейчас буду искать новое место, откуда начать. Думаю, начну вот с этих куч. Тут вот я находил подкладки, чушки всякие валялись. Вот, сейчас отсюда начну вот так вот искать. Посмотрим, может что-то и попадется опять. Пацаны, пью воду, стою такой. Вот я идиот. Как я мог это не заметить? Смотрите, да она прям вот на виду. Ёлы-палы, б***ь. Капец, как у меня сюда вот упал взгляд. Чуйка просто какая-то невероятная. Сейчас еще одну тогда будем снимать. Жесть вообще. Вот, выпил водички. Опять повезло. Так, дорогие друзья, дела не особо радужные. Она стоит на двух костылях. Вот, кой-как я ее хотя бы вот на такое вот расстояние оторвал. Она вон всяко прикипела. Ее замаскировалось, короче, не было даже видно. Вот, никак не могу оторвать. Лопату погнул. Короче, даю себе такое спецзадание. До обеда разделаться вот с этой фигней, спрятать весь металл найденный. Какую-то часть забрать и приехать сюда уже после обеда. Начать вот тут вот что-то копать. В общем, не выехал я вчера больше на коп. После дождя такая жара началась. Пекло. Делал три рейса. Та подкладка мне так и не поддалась. Я решил действовать другими методами. После обеда поехал, взял с собой ломик. Приезжаю. А та шпала, на которой она находилась, уже кверху лицом лежит, смотрит. Походу кто-то дергал ее, но обосрался и не смог забрать. Перед отъездом я все замаскировал слегка, но у кого-то собачий нюх, видимо. Снял подкладку, все перевез. Давайте проведем предварительное взвешивание, взвесим эти находки и вновь отправимся на поиски, на кучки. Все содержимое уже взвешено. Снова разделил на сумки. Первая сумка. Вот она на ваших экранах. Здесь опять куча костылей. Столько вот попалось в первой сумке. Это еще не все. Это уже то, что вы видели, которое я вам показывал. При съемке вот такие вот штуковины нашел, заостренные. Ну и тут вот всякие какие-то болты. Ничего такого интересного. Переходим ко второй сумке. Железо из второй сумки. Здесь тоже уйма костылей. Вес составляет 10700. Ну и сами собой подкладки. У нас здесь 7 штук. Две вот с костылями. Тоже все взвесил. Вес немного разный. Но он может отличаться еще из-за вот такого вот некого засора. Он не отбивается. Уже спрессован годами. Я не знаю, что это. Тут попадаются какие-то вот дерева, что ли. То ли какой-то мазут. Похоже на деревянные волокна. У нас гнившее дерево. Но не знаю, здесь еще и камешки всякие попадаются. Но не важно. Вес этих подкладочек у нас вышел на 33 килограмма 700 грамм. Вот. Все здесь расписал. Да, кстати, еще забыл. Вот третья сумка на 2 килограмма 200 грамм. Но тут одна попалась в проволоку. Вот. Вот это в третью сумку запихал. Здесь одна проволока галимая. Больше ничего нет. Итого, если сложить вот это вот все воедино, выходит сумма на 56 килограмм 400 грамм. Результат неплохой. Так, ну что, дорогие друзья, я вернулся. И, судя по всему, после того раза здесь работы никакие не проводились. Все так же и валяется. Но вот я буквально был вчера здесь позавчера. А сегодня утром уже кто-то копал. Я сейчас еду. Прямо вот свежие следы от велосипеда там вот заметил еще. Кто-то здесь уже рыскал. Не знаю, что нашли или нет. Собирался в торопях. Опять забыл штатив. В общем, даже и сахарную сумку никакую не взял. То есть быстрее спешил сюда что-то покопать. Так как после сильных дождей, у нас прошли сильные дожди. Сегодня испарение 26. Очень так уже припекает нормально. Сейчас попытаюсь здесь пробежаться. Но, наверное, мне пришлось бы, наверное, лучше приехать вечером. Так как опять сегодня немного дымно. Не знаю, будет сюда заметать или нет. Все, давайте что-нибудь покопаем. Может, тут и удастся найти. Вроде как там вот. Ничего я не вижу, чтобы что-то кто-то копал. Только рылись вот здесь вот поблизости. Возле вот этой кучи. Короче, друзья, первым же сигналом достал какой-то палец. А тут еще что-то пищит. Вот и первый копок. Вот она. Подкладочка сразу же. А вот тот рядом копнул. Здесь вот как раз в этом районе, как я и говорил в начале видео, здесь вот и были вот эти разбросанные подкладки. Трактор брал землю, сдвигал. Вот они так тут и валяются. Сейчас дальше буду прочесывать вот эту местность. Не, ну, пацаны, ну такое бывает вообще. Вот смотрите. Кто-то копал, видимо, вчера, позавчера. Ну, потому что вот дождем. След уже ночью вот шел дождь сильный. Это уже не свежий след. Вот, копали буквально, может, вчера, позавчера. Дождем все примыл. Вот, копнули. Вот я копнул. Вот. Как так вот можно вообще? Я просто без понятия. Что, хорошо же? Хороший сигнал. Возможно, подкладка так побунел, стучит. Железо вот проглядывает. Судя по всему, я думаю, это подкладка. Вот тот и копал. Отошел, короче, в тенек. Вообще невозможно печет. Уже и кепку намочил. Так, копаем, друзья. Посмотрим, что же здесь у нас спряталось. Нет, друзья, я чуть-чуть ошибся, конечно. Это ни хрена не подкладка. Это даже лучше, чем подкладка. Это то ли накладка на рельсу, то ли... Хрен поймешь. Я такую находил уже зимой. Вот, разошлись во мнениях люди, что это такое. Вот опять такая вот длинная, тяжелая. Килограмм 20 сразу. Плюсом. Блин. Не, ну у меня просто нет слов, пацаны. Ну вот, ну что вот оттуда вот достали? Ну вот как вот? Ну тут тоже вот все перекопано. Вот откопали прям, короче, рядом. А сюда опять не зашли. Так. Потом, короче, опять надо устраивать перевозку. Сейчас это опять куда-нибудь заныкать надо. Жестко. Начало, конечно, хорошее. Только жарко. Скорее всего, это видео мы закончим с вами. Но не сейчас, правда. Еще покопаю. А потом уже следующее видео начнем вот это вот, весь обход делать. И вон туда, может, даже заглянем. Потому что, видите, тут как копают. Находки есть. Что, друзья, пошатался я тут часик. И вот мои находки, которые мне удалось найти. Запас моей питьевой воды иссяк. То есть пить больше нечего. Жарко. Заканчиваем на сегодня. За кадром сейчас доставлю вот это вот все домой. И встретимся с вами на подведении итогов. Ну что, дорогие друзья, давайте подведем окончательный итог этого поиска. Давайте взвесим сегодняшние находки. Сегодняшнюю добычу, так скажем. Начнем вот с этой сумки. Я ее тоже уже взвесил. И вот эту вот рельсину взвесил. Делайте ставки, сколько она весит. Сумка у нас вышла на 12600. Здесь одна подкладка. Крючки. Опять костыли. Ну и вот такая вот бонусная находка к сегодняшнему поиску. Такая вот рельсина, не рельсина. Фиг его знает, находил я уже такую. В общем, весит эта штуковина 17900. Два килограмма не хватило до двадцатки. Я думал, здесь 20 есть. Ну да ладно. Все это у нас выходит на 30,5 килограмм. А общий вес составляет 86900. Практически 87 килограмм. Я считаю, это отлично. Ставьте палец вверх, если тоже так считаете. Подписывайтесь на канал. Удачных вам находок, дорогие друзья. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok